Друзья, вы знаете, кто больше всех в мире любит апельсины? Правильно, Чебурашка. Фантастический зверек, обитающий в тропических лесах. Невеская распаковка. Меня зовут Вадим, и сегодня мы откроем новую коллекцию свитбоксов с Чебурашкой. На этот раз нас решили порадовать классными фигурками. Ставьте лайк, если ждали этого так же, как и я. И кто же нам попадется первым? Это Чебурашка. И сделан он просто идеально. Да еще и на ощупь очень приятный. Бархатистый. Он, судя по всему, показывает на какую-то вкусняшку. В комплекте, конечно же, идет всеми любимый мармелад и вкладыш с заданием. Тут, например, нужно найти пять отличий. Всего в коллекции восемь разных Чебурашек. А вы бы хотели, чтобы тут были и другие персонажи из фильма? Например, Гена Гармаш. Напишите в комментариях свое мнение. Тут Чебурашка держит свою любимую апельсинку. Наверное, хочет с кем-то поделиться. Кстати, задания разные. Можете поставить на паузу и решить. Друзья, сегодня я разыграю десять коробочек с Чебурашкой. Чуть позже расскажу, как принять участие в конкурсе. Тут у нас Чебурашка, который наелся апельсинов и отдыхает. За такие фигурки конфитрейду от нас большая благодарность. Думаю, их быстро разберут. Лабиринт из апельсинов. В нем как будто и не заблудишься. Из десяти коробочек нам может попасться только две повторки. В противном случае полную коллекцию нам не собрать. А вот и первый повтор. Только что такой же был. Если будете заказывать свитбоксы на Валбере, сфильтруйте по самой низкой цене. А то там некоторые продавцы в четыре раза дороже продают. Что такое изображает этот Чебурашка? Кто съел все апельсины? Я не знаю. Этот бархатистый материал вроде по-научному называется флок. Найди правильную тень Чебурашки. Откроем следующую бабузьяну. Вы, кстати, знали, что родина Чебурашки это остров Куба? Это повтор. Осталось четыре коробочки, а нам еще пол коллекции надо собрать. Так. Такой фигурки не было. Он, похоже, машет кому-то своей махнутой лапкой. Тут нужно дорисовать и раскрасить картинку. Следующий свитбокс. Это новый? Не было ведь такого. Тут он просто стоит. Это задание посложнее. Нужно дорисовать персонажа без вспомогательных линий. Пока я открываю, напишите в комментариях, как вы думаете, к какому виду животных относится Чебурашка? Мне кажется, что он похож на обезьяну. Что это? Счастливый Чебурашка в целой куче цитрусовых. Это, по-моему, самая интересная фигурка. А вы знали, что Эдуард Успенский придумал этого персонажа целых 57 лет назад? Так что он уже не молод. Вот этот лабиринт уже немного посложнее. Еще любопытно, что слово «Чебурахнуться» означает «упасть с шумом». Возможно, Чебурашка получил имя из-за того, что часто падал. Нам попалась недостающая фигурка. Тут он просто сидит. Коллекция, конечно, милота. Угадайте, какие следы принадлежат Чебурашке. А у меня для вас есть еще вот такой бонус. Но сначала слушайте условия конкурса. Напишите, с кем вы поделитесь свитбоксами, если вы играете. И второе условие – подпишитесь на наш телеграм-канал. Ведь именно там мы объявляем имена победителей. Я выберу один случайный комментарий и отправлю победителю 10 коробочек свитбокс с Чебурашкой. Эта коллекция называется «Милана Хаметова». Я, правда, не знаю, кто это. Наверное, подруга Влада Бумаги. Нам попался браслет. Это, судя по всему, та самая Милана. Краш. Это кто-то из смешариков? А тут вообще какие-то инициалы. Ну и вкусняшки тоже есть. В интернете написано, что Милана – дочка Давы. Но это вроде как вранье. Погодите, тут что только мармелад? А вот. Я думал, везде браслеты будут. Тут брелок в виде розового кроссовка. Вот такая веселая клубничка. Это, кстати, значок. И вот такая милая Чихуахуа. Наверное, это питомец Миланы. Девочкам, думаю, понравится эта коллекция. Интересно, кто еще из блогеров выпустит собственную коллекцию свитбокс? Еще один браслет. Вместо портрета девочки тут у нас собачка. Напишите в комментариях, с какими еще блогерами или персонажами нужно выпустить свитбоксы. Мне кажется, фигурки с симбочкой очень зашли бы. Это, кажется, намек на то, что нужно поставить лайк. А это намек на то, что Милана любит слушать музыку в наушниках. Такой же песик, но на этот раз в виде брелка. Прикольно. Следующая коробочка. Тут вроде как повторки. Функционал у них разный, но выглядят одинаково. У Влада А4 тоже были довольно однообразные сюрпризы. А этот браслет полностью совпадает. Как будто было бы для всех выгоднее сделать большую разнообразную коллекцию. Ну а так, парочку коробок открыл и уже ничего нового. Это тоже повтор. Хотя, может, это только мне так не везет. Может, там еще много всего интересного. Такой тоже был. Осталось две коробочки. Может, тут будет что-то новенькое. О, кепки не было. Сердечко. И резиновый хэштег. Тут нет вкладыша, поэтому непонятно, сколько всего сюрпризов в коллекции. Такого брелка еще не было. Сердечко с лапой тоже новое. Ну и смешарик краш уже был. А еще я нашел вот такие наборы с чебурашкой от конфитрейт. Тут тоже браслеты, как и в прошлой коллекции свитбоксов. Наборы, в принципе, вообще от свитбоксов ничем не отличаются. В коллекции семь джибицов с чебурашкой. Ну и проверим еще один набор. Тут чебурашка в ящике из-под апельсинов. Друзья, спасибо, что ставите лайки. Пишите, что думаете про новые коллекции. Ну и, конечно же, заглядывайте к нам в Телеграм. Кстати, кто не видел, обязательно гляньте видео, где зеленый нашел в свитбоксах живого чебурашку. Тут где-то должна быть иконка с этим видео. А на сегодня все. Всем классных сюрпризов и веселых распаковок. До новых встреч!